Техника телевизора является фундаментальным пониманием философии вегетососудистой дистонии и философии понимания панических атак и вообще прочего. Компьютер погас, простите. Значит, я сейчас буду рисовать, как это у нас происходит. Во-первых, я хочу, чтобы вы поняли очень важный психоневрологический момент. Закройте все, пожалуйста, глаза. Я уже этот эксперимент проводил, но я вам хочу просто показать, как это работает для тех, кто не знает. Закройте, пожалуйста, сейчас глаза те, кто смотрит этот видеоролик. Не бойтесь, я не чумак, я не колдун, мочу не заряжаю и не целитель. Поэтому те, кто мне пишут, скажите, почему у меня так в ВКонтакте? Я говорю, ну, конечно, сейчас я соском приложу к монитору, почувствую твою энергию, скажу, от чего у тебя штормит. Ну, ребят, я не целитель, я не экстрасенс, я занимаюсь своей профессиональной работой. Пока я с вами не познакомлюсь и не задам много вопросов и не смогу с вами взаимодействовать, я не знаю, почему у тебя это. Хватит мне задавать вопрос, от чего вы мне так, избавьте меня от этого. Как будто я сейчас должен поссать на монитор, и ты избавишься. Итак, закрываем глаза, не боимся, не боимся. Представляем себе жёлтый лимон или лайм, как хотите. Разрезаем его мыслительно пополам на две части. Представили. И начинаем капать себе лимонным соком на кончик языка. Капаем лимонным соком себе на язык. Вот если вы почувствуете, у вас выделилась слюна. У меня вот выделилась. Или если вам вставить фистулы слюны и железы, у вас будет слюна. Открываем глаза. Слюна есть. И даже желудочный сок будет, если вы так сосредоточитесь неплохо. То есть, если вы будете очень сильно сосредотачиваться и вспоминать ощущения, их присыпать, у вас будет очень много слюны и желудочного сока. Прикол в том, что лимона нет. А теперь смотрим основное правило концепции нейрофизиологии. Это научная концепция. Между прочим, это не Красиков придумал. Сейчас кто-то скажет, Красиков, сука, начитался книг и продает информацию. Ребят, давайте так. Медики учатся в институте. Они тоже читали книги. Они получают деньги за операцию. Ну, мы же не говорим, что вот он начитался книг и оперирует. Психотерапевт, такой как я. Я учился в институте. Я читал, я летал, я оплачивал много семинаров, я стажируюсь в международном институте. И что? И что дальше? Ну, да, я читаю книги, я пишу работы. И да, и это моя работа. Ну, в чём проблема? Книг начитался. Проблема не в книгах. А проблема в том, что книги являются каким-то... Во-первых, я не читаю книги по психотерапии. Я читаю книги по философии. Есть люди, которые любят какую-нибудь одну книгу прочитать. О, всё, это вот это. Вот есть один мальчик в интернете, вот он безумно эту тему любит. Вот у него, знаете, он одну книгу прочитает, у него одна идея. Потом он познакомится с кем-то другим, у него третья идея. Потом он познакомится ещё с четвёртым человеком, у него четвёртая идея. И вот у него каждые полгода новая, новая идея и новая концепция. Но это говорит о том, что человек когда-то профессионально вырастет. Через 10 лет оно как-то устаканится. Ну, я думаю, всё будет в порядке. Итак, смотрим технику телевизора. Представляете, вспомнили историю с лимоном, вспомнили историю со слюной. Помним, да? Лимона нет, а слюна есть. Вот что такое слюна? Это факт? Факт. Слюны полный рот был. А лимон это что было? Это была мыслеформа. Это была мыслеформа. Смотрите внимательно. Это и есть ваш телевизор, условно говоря. Это голова или психика, которая создаёт мыслеформу. И вот мы создали мыслеформу под названием лимон. Или мы создали мыслеформу под названием смерть. Допустим, вот удушья. Или мы создали мыслеформу под названием инфаркт. Или мы создали мыслеформу под названием катастрофа, авиа. Либо мы создали мыслеформу под названием он меня бросит, я осталась одна. И как я одна. Или мы создали мыслеформу о том, как я сейчас обоссусь в этом самом вагоне поезда. И как у меня потечёт, там всё, люди посмотрят. Или мы создали мыслеформу о том, как меня стошнит в вагоне метро, и как люди это посмотрят. Вот мы создали эти мыслеобразы в голове. Правило физиологии гласит следующее. Вы только что увидели его эмпирическое подтверждение с лимоном. Психика реагирует на мыслеформы и мыслеобразы вегетативно. Точно так же, как будто это в реальности. Соответственно, ваша слюна от мыслеформы лимон – это вегетативная реакция. А теперь вспомните всё, что я вам говорил. Если вы едете в метро, или летите в самолёте, или ещё что-либо делаете, и у вас приходит в голову мыслеформа. Давайте три классических примера невротиков. Окей, смотрите. Вы стоите в коридоре и говорите, ой, если сейчас выйду на улицу, у меня будет это, это, это и это. И потом будет так, так и так. Вы создаёте себе мыслеформу, вы создаёте себе некий образ, вы создаёте себе лимон внутри головы. Сейчас многие задают вопрос, ну как же, у меня же действительно на улице случаются симптомы. Вы сейчас увидите. Или вы, допустим, летите в самолёте. Разве самолёт падает? Но вы боитесь. Потому что вы создаёте мыслеформу. Авиакатастрофы, смерти, как ваша голова размозжится об асфальт. Вы создаёте себе мыслеформу. Развод. Я останусь одна, я никому не буду нужна, я буду одинока, это ужасно. Вы создаёте себе мыслеобраз, мыслеформу. Едете в метро, и вам, у вас в голове рисуется. А как вы сейчас умрёте, вас похоронят, ваше тело будут вносить или волочить, или обходить, или переступать. А если вы сейчас здесь, вас тошнит, как это будет, значит, выглядеть, как это, куда я блевану, вот сюда или сюда. А как это, вот я вот буду убирать, или дальше пойду, а что скажет вот эта женщина. А как я буду выглядеть, я здесь пачкаюсь, о боже. А если я какаюсь, вы создаёте мыслеформу. Поняли? А теперь следующее. Все эти мыслеформы, которые я так разукрасочно перечислил, следующее создают. Любая мыслеформа создаёт прежде всего эмоцию. Проще говоря, дальше мыслеформа проходит оценку. Вот это очень важно. Оценка и эмоция. Вы оцениваете эту мыслеформу. Вот вашу мыслеформу лимон оценили ваши сложные рефлексы и сложные нейросвязи. Это всё-таки съедобный объект. И оценку дали рефлексы в слюных железах и рецепторы. И всё равно была вегетативная реакция. А вот такие мыслеформы, которые приходят о смерти, о позоре, о души, о катастрофах, там другие работают. В голове рецепторы и в вегетативной нервной системе, и в голове другие зоны. И вы в итоге испытываете всё равно эмоцию. Вы оцениваете смерть, вы оцениваете катастрофу. Вы это оцениваете. И у вас происходит эмоция. Например, страх. Вам страшно от того, что вы себе подумали. Вот если совсем просто. Вы подумали о том, что вас тошнит в метро, и как оно, эта мыслеформа. И в результате оценили мыслеформу. В результате этой оценки создаётся эмоция страха. А любая эмоция, следом, создаёт что? Вегетативную реакцию. Например, вы лежите в кровати, темно. И вы представили себе очень красивую брюнетку, которая что-нибудь делает. Это что? Это мыслеформа? Да. Эмоция какая? Возбуждение, тра-та-тым. Вегетативной реакции у мальчика происходит эрекция. Или у девочки другие процессы происходят. Не будем сейчас говорить не об этом, хотя можно. Но в 7-го или в 28-го. Окей? Поняли? То есть, мысли формы могут быть не обязательно негативные. Они могут быть позитивные. У вас будет эрекция или у вас будет возбуждение. Вы смотрите кино, и у вас в голове идут мысли формы и образы. Вы фантазируете. Мастурбация работает по этому самому вопросу. И так далее. Сны. Мысли формы создают образы. Вы проснулись и плачете. Или вам что-то приснилось приятное. Вы создаете форму. Вы проснулись в возбуждении. Понятно? И так. Эта история приводит нас к вегетативной реакции. Как позитивной, так и к негативной. Но мы сейчас всё-таки невротики. И у нас паника. У нас ВСД. Что же такое вегетососудистая дистония? Объясняю. Бесплатно. Перешлите этот ролик кому-нибудь побольше. Я вас очень прошу. В интернете особенно. Разникает мысли форма. Как она возникает? Сейчас об этом поподробнее. Подождите. Смотрим. Только вы сейчас не знаете, какая мыслеформа у вас изначально. То есть, вы сейчас пока здесь в неведении. После того, как у вас возникла вегетативная реакция на некие мыслеформы, вот эта вегетативная реакция вызывает следующее. Помните, когда у вас всё началось? Вы шли по улице, и у вас вдруг возникла вегетативная реакция, или вы работали. Это к вопросу, когда вас накрыло. Помните? Вот первые самые часы или дни. Смотри внимательно. Вот когда вас накрыла первый раз паническая атака или ещё что-то, это было вот это. Итак, мыслеформа, эмоция, оценка, вегетативная реакция. А теперь следующее. Вот это самый главный момент. Оценка вегетативной реакции. Затем вы начинаете оценивать вегетативную реакцию. Оценка от вегетативной реакции является паника. И вот вам паническая атака. Это оценка вегетативной реакции. А затем паника вызывает, вы оцениваете панику, то есть опять оценка. И вывод. Вот и всё. Вот вы и попали. Итак, показываю. Есть мыслеформы. Об этом сейчас буду говорить подробно, чтобы вы тут не путались. Они создают оценку этих мыслеформ. Допустим... Вы сейчас не поймёте, сейчас попозже, подождите. Итак, оценку. Оценка вегетативной реакции. Например, тахикардия, подъём артериального давления, нехватка воздуха и ещё чего-либо. Дальше вы оцениваете это состояние. И примерно в жизни это выглядит так. Вы едете в метро или едете на работу, и у вас происходит примерно так. Ой, что такое? Или на улице, да? Ой, что-то... Ой, вот эта оценка. У вас случилась вегетативная реакция. Вы её оценили как смерть или как какой-то кошмар, и вы запаниковали или около паники были. И затем вы оцениваете это состояние как доказательство, что это какой-то приступ, что это какая-то проблема телесного характера, и делаете вывод. Я больна, у меня это, потому что потом вы идёте в интернет и так далее. Теперь смотрим, как это выглядит. Проблема в том, что наши клиенты очень классно научаются видеть вот этот блок. Наши клиенты видят только вот это. Они вот этого не видят вообще в принципе. И это нормально. Сейчас я объясню почему. Итак, для тех, кто мучается от ВСД, у вас это выглядит вот так. Есть вегетативная реакция, которую вы оцениваете, паникуете, оцениваете, делаете вывод. И вот так вы живёте годами. У вас вечная вегетативная реакция, вечная оценка этой вегетативной реакции, ожидание, вечная паника, вывод и опять. И вот так вы крутитесь всю жизнь. Проблема в том, что вот если вы будете пытаться найти терапию в интернете, мочой или ещё где-то, вот этого вот, вы с этим никогда не закончите. На первых этапах, которые вы можете найти в моих видеороликах или ещё где-либо, мы говорим всегда о том, что мы работаем с тем, что вегетативная реакция безопасна. Помните? Это и есть первый шаг. Потому что вот этот алгоритм у вас в голове должен быть разорван на первом этапе. Вы должны научиться вегетативную реакцию не оценивать катастрофично. Понятно, да? Соответственно, это первый этап работы. Но никто не задумывался, откуда вообще вот эта ваша вегетативная реакция взялась. А взялась она от эмоций и от оценки кое-чего. Помните лимон? То есть, если сейчас я вам разложу эту ситуацию, вы невротик на форуме, да, сидите, и это на самом деле выглядит так. У меня слюна. Это ужасно. Кошмар, я сейчас от этого умру. Вывод. И так далее. Это слюна. Это ужасно. Кошмар. Вывод. Это слюна. И вот так вы будете крутиться. А у вас слюна почему? У вас слюна, потому что есть мысли форма лимон, которая оценена рецепторами и выделилась слюна. Понятно? Вот теперь как это в жизни у клиентов происходит. Это происходит следующим образом. У вас есть жизненные ситуации. Работа. Отношения на работе. С мужем, с женой, с деньгами. Отношения с обстоятельствами. Вы этому, как правило, значение не придаёте. Вы говорите, ну да, там какие-то сложности или вообще как бы ничего нету. Но, ребят, обманывать можем себя, но не психотерапевта. Если есть вот эта проблема, паническая атака, вегетативные реакции. Вот ВСД ваша, понятно, да? Это вегетативная реакция. Будет всегда какая-то история про то, что какой-то лимон в голове есть, который создаёт. То есть, вывод. ВСД, то бишь ваша вегетативная реакция, это следствие эмоционального оценочного состояния. Услышали меня внимательно сейчас? ВСД – это не болезнь. Это эмоциональное оценочное состояние психики, которое здоровое. То есть, вегетативная реакция, которую вы испытываете, которую вы назвали ВСД, это здоровая реакция. Проблема нездоровья здесь заключается в том, что это реакция на то, что вы не видите. Потому что ваша вегетативная реакция, например, если вы сидите в гейте самолёта, и вам кажется, что вы сейчас разобьётесь, да? Вы думаете, а вдруг я сейчас разобьюсь? Оценка – это ужасно, недопустимо, катастрофа. И у вас вегетативная реакция – потеют ладошки, тахикардия, диарея, бла-бла-бла. Вот это и есть ваше ВСД. Вы же не говорили, что у меня ВСД. Вы говорите, я боюсь, и у меня хреново. Это и есть ВСД. Просто проблема вегетососудистой дистонии заключается в том, что, в отличие от аэрофобии и от синдрома в гейте, проблема в том, что когда вы боитесь лететь, и у вас вегетативной реакцией, вы это ВСД не называете. Вы говорите, я боюсь, я нервничаю, у меня вот прорвало клапан, да? А вот когда вы этого не видите, и у вас, простите, прорвало клапан, у вас ВСД вдруг, вы должны понять, что вегетативная реакция или самотоформная реакция, как она ещё правильнее называется, она естественна. Проблема в том, что эта реакция, она на какие-то мысли-образы, оценочная. И задача вашего психотерапевта и вашего покорной услуги в частности, разобрать, какие ситуации в вашей жизни у вас лимоны в голове, которые приводят вас к вегетативной реакции, которую вы вследствие незнания назвали ВСД и зависли вот здесь. У меня реакция, что делать паника. И вот вы тут зависли. Поняли? Итак, отправьте этот тезис или видео или фрагмент людям на форумы. Я вас очень прошу, потому что это прям беда. Вегетососудистая дистония это естественная психо-вегетосоматоформная реакция на эмоцию и оценку ситуации, которым вы значение когда-то не придавали. И искать лекарства от вот этого глупо и бесполезно, потому что пока мы не устраним вот этот телевизор, а именно мы не изменим оценочное осуждение тех мыслеформ, которые происходят у вас в голове, не будет ничего меняться у вас вегетативно. Пример. Давайте возьмем меня в пример, потому что, как вы знаете, у меня были и панические атаки, и кардиофобия в 2008 году. Я об этом рассказывал в своих роликах раньше. Повторяться пока не хочу, хотя хотел снять новую исповедь скоро. Итак, примерно было так. Я работал в ресторане, и если говорить по вот этой концепции, у меня, по факту, у меня не получалось управлять рестораном, у меня не слушались, если были проблемы, и у меня было в телевизоре мыслеформа, примерно такая. Как ко мне относятся люди, как я к себе отношусь, и делал вывод из этого всего, и из этих выводов была вегетативная реакция, которой, естественно, я вот этого не видел, и у меня в один прекрасный день в кабинете случилось примерно так. у меня случилась вегетативная реакция, я подумал, что это инфаркт, и я запаниковал, и вот с этого момента около 7 месяцев меня вот плющило и колбасило. Пока я не понял, что есть ситуация под названием работа, в которой происходят определенные процессы, которые приводят меня к таким вегетативным реакциям, что проблема не с сердцем, а что проблема в тех образах и тех выводах, которые я делаю. И вот научить вас не только справиться с ситуацией, но и быть в жизни потом гораздо более функциональной есть моя работа. Поэтому, но, ребят, это только первый этап, это только работа с симптомом, там у нас потом впереди еще целая концепция про то, как менять этот телевизор, просто научить вас не бояться паники и не создавать страх из-за вегетативной реакции, это один месяц нашей с вами работы в группе. Но этот телевизор-то работает не только по поводу, не только создает панику. Вот, допустим, я вас научил не паниковать, паники у вас нет, можно ее вычеркнуть, да, и у вас нет оценки вегетативной реакции, у вас тоже нету страха. Но проблема в том, что есть общее не успешное состояние в жизни, потому что этот телевизор дает вам неправильное оценочное осуждение об отношениях с людьми, с миром, и вы в итоге неуспешны. Не финансово, не карьерно, не свободно и так далее. То есть, два варианта невроза, можно здесь предположить. Если у вас, грубо говоря, неправильные мысли, формы в голове, которые делают неправильные, выдают неправильные интерпретации, вы либо испытаете вегетативную реакцию, ее испугаетесь, тогда это тревожно-фобический невроз по МКБ-10, панической атаке или с агорофобическим синдромом, либо это другие жалобы, например, ритуалы, депрессии, навязчивости. Это тоже сюда. Просто это можно рисовать уже вот туда, туда, туда. У нас на это сейчас времени хватит. Об этом всем я вам рассказываю и научаю вас справляться не только с паникой, с вегетативной проблемой, но и в жизни быть более эффективными на наших групповых занятиях, куда я вас приглашаю.